Отель Сабанг Инн находится в крайней левой стороне, если смотреть с моря на Сабанг. Справа от нас Севшора, слева Монтания. Сейчас отель в стадии строительства, то есть они делают наверху ресторан, и часть идёт работы здесь на улице. Постройка второго этажа закрыла, внешний вид, конечно, ухудшился. Точнее, не внешний, а вид моря. Бакона неплохой уже. Ну, вот это дай в центр, тут снаряжение висит. И это камеры, в которых опресняют. Вон там он, рецепшен. И дайвгиды сидят, проводят время. В принципе, всё сделано достаточно чётко. Ничего не могу сказать. У каждого свой бокс. Вот он, мой бокс и сиренки. Место уже сохнет. И бассейн. Бассейн, в принципе, неплохой, глубокий. И мелкая часть есть. Остальное тут идёт в стадии, ещё раз повторюсь, строительства. Ну, а теперь о жилье. Значит, вот этот корпус основной здесь шесть номеров. Вот наверху средний номер, это наша. Комната номер пять. Пойдёмте к нам, покажу, что там такое творится. В принципе, они говорят, что будет ремонт в жилых помещениях. Потому что так, конечно, хорошо. На данный момент отремонтирован только первый номер. То есть, новая сантехника, всё новое. Строительство здесь не подаётся никаким объяснениям. То есть, вон там, наверху, окно. Это отель Сихора. И люди живут и смотрят вот на такую стену. Это отель. Ну, пойдёмте теперь к нам в номер. Вот такие вот ступенчики. Первый раз, когда мы шли, меня аж ужас взял. То есть, первый этаж заходит с стороны бассейна, а второй этаж с задней стороны. Вот здесь вот баллоны забивают. Ну, сюда нам нельзя. И мы поднимаемся дальше. Это вот номер. Здесь везде видеокамеры. В этом отношении меня что удивляет? Ну, наверное, всё-таки не так спокойно у них. Везде камеры слежения. Везде. Я открыла наш номер. Заходим. Ну, вот, что он из себя представляет. Ну, начнём, наверное, лучше с балкона. Это вот балкон. Я вышла. Такой вот диван. Стол. Мы за ним завтракаем. Ну, и тут наше бельишко висит. Раньше, когда не было вот этой верхней части, то был великолепный вид на ООН. Сейчас, к сожалению, они это потеряли. Предполагается, что на втором этаже будет ресторан. Вот. Ну, и дальше какие-то технические помещения. То есть, то, что сейчас здесь, это стройка. Одним словом, стройка. Вот. Ну, на балконе всегда тень, как плюс. Ну, и наблюдаешь то, чем занимается. Заходим теперь в номер. Значит, номера тёмные. Вот, ощущение постоянной темноты. Кондиционер работает. Стоит раздвижные двери. И мы зашли. Ну, у нас тут бардак. Уж извините. Ну, шкаф, в котором можно хранить бельё. Телевизор работает. Канал даже на английском. Наши не нашли. Очень удобное место для работы с аппаратурой. И Серёнька здесь заполняет лукбуки. Вот. Одна ещё кровать. Вот эта кровать, видите, застелена по полотенце. Муж, когда приходит с Дайва, кладёт сюда, раскладывает. Очень удобно всё оборудование мы здесь храним. Поэтому этот бардак, он у нас предполагаемый. Сушим камеру, собираем, разбираем на этом месте. Здесь кухня. Холодильник вполне нормально работает. То есть завтракаем мы здесь в номере. Берём папайю, манго, авокадо. Взяли колбаску из Москвы, естественно. Вот она у нас. Ну, бананчик, сыр, естественно. Вот такая вот еда. Вот тут очень интересно. Я с этим не справляюсь. У меня Серёнька. Здесь сейф. Но сейф сделан с навесной замок. Ой. Нет, я это не осилю. Вот. То есть документы, какие-то маленькие денежки можно спринтать. Газовая плита. Минимум тарелок необходимых. Мойка. И тут кастрюльки для готовки. Чайник мы привезли с собой. Это наш чайник. Здесь они нам предложили. Вон там стоит такой вот старый. Что ещё у нас тут? Тут у нас кровать с прикроватной тумбочкой. Кстати, розетки более-менее наши подходят. Но мы брали тройники, потому что после каждого дайва нужно заряжать аппаратуру. Очень приятный диванчик. Вполне посидеть. Но это наши чемоданы. Кресло своим костюмчиком сухим. У меня сейчас проблемы с носом. И я третий день не ныряю. И мой костюмчик здесь отдыхает. Журнальный столик. В принципе, здесь номер, когда я заказывала, и на фотографиях он мне показался великолепным. В каком отношении? То, что он большой. Он реально большой. Но самое прикольное здесь... Я не обратил внимания на санузел. Кто это придумал, я не знаю. То есть здесь нету крыши. Получается, что ты сидишь на унитазе, пардон. И вот здесь, вот рядышком спит любимый. Это не отдельная комната. Это просто со стеночкой отгороженный уголок. Ну, видимо, они сэкономили пару кирпичиков на том, чтобы сделать до потолка эту стену. Санузел более чем скромный. Душ есть, но живет своей жизнью. То только холодная вода, то только горячая вода. Ну, в общем, как-то я с ним справляюсь. Ну, и раковина. Какие-то полочки. Ну, великолепный в кавычках светильник. Ну, тут уже все наши причин дала. Значит, плюсы вот этого номера для меня. Размер. Все-таки приятно, когда ты ходишь по помещению, а не слез к кровати и уперся в стену. Размер здесь большой. Из минусов. Ну, вот, наверное, я скажу только санузел. Потому что очень сильно напрягает. Отсутствие звукоизоляции. Как-то вот некомфортно. Ну, в общем-то, наверное, и все. Для себя вывод какой? Ну, отель, он не ресорт. Я даже не знаю, в чем у них разница, отель и ресорт. Здесь нет, считай, территории. То есть, как мы привыкли где-то в отелях, в ресортах, то там ты вышел, а-ля пляжик, ничего здесь нету. Есть бассейн. Мы можем тусоваться или на этом балконе, или спускаемся вниз в бассейн. Ну, тогда, когда не ныряем. Я вот это хотела уточнить. Ну, а так, нормальный номер для дайвинга. На первом этаже первый номер уже отремонтировали. И там, я заходила, смотрела, до конца, до потолка сделана эта стена. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...